Сегодня я продолжаю еженедельную серию публикаций общего итога по моему инвестиционному портфелю. Сейчас мой общий инвестиционный портфель весит 22 миллиона 210 тысяч рублей. В данном видео я рассказываю о своем портфеле активов, о рыночной инвестиционной ситуации, показываю как работает дивидендная стратегия инвестирования. Не переключайтесь и вы убедитесь, что вполне реально создать для себя дивидендную зарплату с помощью инвестиций. В этом ролике будут видны интерфейсы брокеров, у которых открыты счета, конкретные бумаги и общие суммы, как доказательство, что портфель реальный. Я уже делал объявление о том, что у меня поменялась ситуация на работе, и меня подселили ближе к начальству. Я говорил, что в связи с этим, пока не адаптируюсь, количество видео на канале будет немножечко меньше. Скорее всего, видео об инвестиционном портфеле теперь будет одно в неделю. Раньше я разделял на иностранные акции и на российское инвестирование. Теперь пока буду делать все вместе в одном ролике. Ну и сегодня, в общем-то, этот новый формат. Смотрите. Традиционно вначале расскажу о макроэкономических событиях, так или иначе влияющих на инвестирование. Что сейчас происходит в инвестиционном мире. Американский фондовый рынок начал корректироваться. По пятницам довольно часто, особенно в последнее время, участники фондовых торгов предпочитают частично выходить из активов. Видимо, сказывается общая нервозность, на которую дополнительно указывает и рост цены на золото. Теперь про причины этой нервозности. Начну с Японии. Экспорт, который является основным двигателем роста, снижается 13 месяцев подряд. Слабый внутренний спрос сдерживает рост промышленного производства, а налоговая реформа не дала ожидаемого результата. Валовый внутренний продукт Японии сократился в годовом исчислении на 6,3% в последнем квартале ушедшего года. Экономика Японии ориентирована на экспорт, и поэтому очень остро реагирует на проблемы глобальной экономики. Строительная и производственная техника показывает снижение продаж. И эта тенденция усугубится из-за проблем с коронавирусом. Как говорится, где тонко там и рвется. Японская экономика сейчас тонкая в этом смысле. В дополнение отмечу, что Сингапур сократил свои прогнозы экономического роста на 2020 год. Таиланд продемонстрировал самый медленный рост за последние 5 лет. А цены на жилье в Китае выросли с самым слабым темпами почти за 2 года. В общем, азиатский регион теперь в зоне риска. Взгляды многих мировых экспертов сейчас устремлены именно туда. Что будет дальше в этом регионе, ну в общем-то надо смотреть за этим. И конечно же, общее напряжение также еще связано с новостями по коронавирусу. Инвесторы и спекулянты начали опасаться ускорения темпов заражения за пределами Китая. В частности, довольно существенно выросло число заразившихся в Южной Корее. Сейчас уже более 150 человек там заражено, причем рост заражения ускорился довольно лихо. Получается, что в Китае темпы распространения вируса начали снижаться, а за пределами Поднебесной растут. Либо сказываются беспрецедентные карантинные меры китайцев, которые еще не внедрены в остальном мире, либо китайская статистика не верна, и внутри Китая все гораздо серьезнее. Видимо, примерно об этом задумались большинство инвесторов и спекулянтов в прошедшую пятницу, и подобные мысли спровоцировали уход от рисков. И поэтому покупались казначейские облигации США и золот. Кроме того, чем дольше продолжается вся эта вирусная ситуация, тем выше экономические риски будущего. Эксперт Китайского центра при Оксфордском университете Джордж Магнус дал свою оценку. Экономические последствия коронавируса очень серьезные. Китайские регионы наполняют государственный бюджет примерно на 80% и 90% товаров экспортируют. Это десятая часть мирового рынка, и сейчас поставки в некоторых отраслях остановлены. Мы можем чисто арифметически понять, какие будут потери. Конец цитаты. А профессор высшей школы экономики Алексей Мастов заявил следующее. Мировая торговля как минимум по итогам первого полугодия упадет на 10-15%. И будет естественно падение потребительского рынка Китая, за счет которого он живет. Например, сейчас каждый месяц такого застоя и неработы предприятий в Китае уменьшает ВВП на 0,5% в месячном исчислении. Конец цитаты. От себя добавлю, что все же китайцы постепенно открывают производство границы. Медленно и осторожно. У меня по работе уже примерно треть фабрик, даже больше, дали о себе знать и написали, что возобновили производство в полном объеме. Так ли это по факту, проверять возможности нет. Мы пока верим. Но чем дальше будут карантинить остальные поставщики, тем сложнее нам будет с товаром. И мы уже начали поднимать цены, чтобы уменьшить спрос на те товары, которых будет не хватать. Думаю, что многие компании сделают примерно то же самое. Обязательно хочется добавить, что при этом, при всем, китайские фондовые индексы демонстрируют завидную устойчивость. Вот что творит с фондовыми рынками чудотворная ликвидность. Я уже говорил, просто напомню, что китайские финансовые власти заливают вирус деньгами, предоставляя ликвидность рынку и продолжая декларировать и будущие вливания, если на то возникнет необходимость. Правда, в случае совсем серьезного негативного поворота событий, этого финансово-денежного изобилия может оказаться уже недостаточно. Плавно перехожу к российскому инвестированию и темам в большей степени касающимся именно российского фондового рынка. А посему сначала смотрим на индекс Мосбиржи. На графике видна пила. Участники торгов не могут определиться, куда они хотят двигаться. Вроде и нефть подорожала, только вот уверенности нет в том, что это всерьез и надолго. Напомню, впереди заседание Альянса ОПЕК+, и пока непонятно, что нам принесет это заседание. Четко синхронизированной позиции всех членов Альянса ОПЕК+, до сих пор нет. Далее, про рубль. Налоговый период и традиционно высокий спрос на ОФЗ поддерживает рубль. Но, похоже, остальные факторы, связанные с уходом от рисков, сейчас перевешивают. И о них я уже говорил. Ну и еще плюс, дополнительно еще тема санкций не уходит и отрицательно влияет на рубль. Хотя и не пугает сколько-нибудь серьезно. Это видно по котировкам компании Роснефть, которые после первой эмоциональной реакции поднялись. Ну и находятся выше того эмоционального уровня. Но на этом тема санкций не исчерпана на сегодняшний день. Похоже, демократы американские начинают разыгрывать санкционную карту на выборах президента. Я говорил об этом риске даже уже несколько раз. Ну, видимо, на Карково. И вот американская разведка, похоже, настроенная продемократически, ну, то есть против Трампа, заявляет, что Россия опять начала вмешиваться в выборы. Традиционно доказательств нет. Ну, теперь нам и Трампу с этим заявлением как-то жить. Ну, и учитывать, естественно, это дело. Вот так. В связи с этим всем несколько слов по моему инвестиционному портфелю. Напомню, кэш плюс золото у меня сейчас около 36% и кэш преимущественно в долларах. Раньше было 35% кэша. Во всяком случае, в предыдущей публикации так было. А теперь золото и доллар выросли, и поэтому доля защитных активов у меня немножко подросла. Я ничего из защитных активов не докупал за прошедшую неделю. Напомню, что кэшем я считаю не только просто доллары, а и фонды коротких облигаций правительства США. По ним есть небольшая доходность, но все же, по сути, это доллар в портфеле. Ну, про структуру кэша будет позже в этом же выпуске. Далее, конкретно по моему инвестиционному портфелю. Кратко напомню, портфель состоит из двух частей. А иностранная часть у Interactive Brokers и российская часть у Брокера ВТБ. Итоги такие. Иностранная часть 10 миллионов 370 тысяч рублей. Активы в долларах, но я перевожу по курсу для простоты восприятия. Значит, эта иностранная часть состоит из двух счетов. Первый счет, вот он, вы видите его на экране. А вот и второй счет, его тоже видно. Итоговые суммы в правом верхнем углу. Кэша в этой иностранной части у Interactive Brokers 65%. Есть в иностранной части портфеля и золото 9%. А про структуру кэша, как я уже обещал, я расскажу чуть позже. Так, по иностранной части портфеля хотелось бы отметить компанию Kemet. График на экране. 20 февраля акционеры Kemet проголосовали за одобрение предполагаемого приобретения корпорации Ягео. О возможности такого приобретения я рассказывал ранее. В соответствии с условиями соглашения о слиянии, после завершения сделки акционеры Kemet будут иметь право получить 27 долларов 20 центов наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Kemet. После завершения сделки Kemet станет дочерней компанией Ягео и обыкновенные акции Kemet больше не будут котироваться на публичных рынках. У меня по Kemet довольно хороший плюс образовался и он, очевидно, реализуется. Далее еще одну компанию из иностранного портфеля коротко посмотрю и перейду к российской части портфеля. Ну вот это интересная компания, это Мессис. График Мессис в терминале Interactive Brokers сейчас виден. Компания Мессис заявила, что в ближайшие три года закроет 125 магазинов, почти одну пятую от общего количества магазинов. Это касается торговых центров, где снизился трафик. Они сократят примерно 2000 рабочих мест или 10% своего корпоративного персонала. И закроют свои офисы в Сан-Ценате и Сан-Франциско. Ну, плохие времена переживает Мессис. Мессис борется, чтобы остаться в бизнесе. Они также протестируют новую концепцию магазина, которая называется рынок Мессис. В этих магазинах покупателям предложат местные продукты питания, напитки и другой ассортимент. По графику видно, что дела у Мессис действительно идут не особо хорошо. Похоже, очень мешает Амазон. Далее, теперь про мое российское инвестирование. А ближе к концу расскажу про текущее положение дела с выполнением моих инвестиционных целей. Итак, российская часть инвестиционного портфеля. Тоже два счета у меня. Один – это простой брокерский счет. Вы его сейчас видите на экране. Вот он. Второй счет – это индивидуальный, значит, инвестиционный счет ИИС. Я его уже тоже открыл. В российской части портфеля я тоже накапливаю золото и доллары в виде фонда FXTB. Это все те же короткие трежерис. Но здесь в российской части кэша и золота пока очень мало, и об этом даже говорить большого смысла нет. Далее, некоторая информация по митетам российской части портфеля и поведение некоторых бумаг. Для начала посмотрим, давайте, Яндекс. Значит, открываю график Яндекса. Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял Яндекс. На второй строчке – Mail.ru Group. Третье место – это электронная доска объявлений Авито. Ну вот, по графику, если посмотреть, Яндекс продолжает развиваться. Ну и, в общем-то, котировки акций компании росли, похоже, уже авансом. И сейчас наблюдается некоторая коррекция, снимающая возникшую перекупленность. Далее, посмотрим следующую компанию – это ФСК ЕС. Скорректированная чистая прибыль ФСК ЕС по РСБУ за 2019 год выросла на 1,6%. Чистая прибыль ФСК ЕС по РСБУ по итогам 2019 года увеличилась на 3,5%. Выручка компании за 2019 год увеличилась по сравнению с 2018 на 1%. И, ну, что тут можно сказать. Отчет скорее нейтральный, но акции растут, видимо, стараясь учесть накопившуюся небольшую. Большую недооцененность компании в прошлом. График очевидно красивый. Далее, давайте посмотрим ОГК-2. Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 2019 год увеличилась на 6,3%. При этом по итогам четвертого квартала чистая прибыль снизилась в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений, связанных с проведением корпоративных мероприятий в отношении ООО ОГК Инвестпроект. Выручка компании сократилась на 4,7% год к году. Себестоимость продаж сокращена на 6,8%. Что во многом обусловлено оптимизацией производственной деятельности, что очень хорошо. В общем и целом вполне хорошие показатели, но тот впечатляющий рост на графике, который вы можете видеть, был еще на дивидендных новостях. Я об этом уже говорил. Там предполагается выплата на дивиденды 50% прибыли. Далее смотрим АФК-систему. АФК-систему открываю. Немецкая «Метро» продаст сеть гипермаркетов «Реал» консорциуму инвесторов, связанному с фондом семьи Евтушенковых. Говорится в сообщении ритейлера на сайте франкфуртской биржи. Предполагается, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года, но прежде она потребует одобрения Совета директоров АФК-системы, а также согласия ряда государственных органов. В частности, антимонополи. Шаг, в общем-то, неожиданный. Вполне может быть расценен инвестиционным сообществом неоднозначно. В общем, посмотрим. Это похоже, на мой взгляд, на диверсификацию активов. Холдинг-то, в общем-то, российский, и компании в нем российские. А «Реал» – это не наша компания. Далее, давайте посмотрим еще «Энел». Его надо обязательно посмотреть. Там, в общем-то, было движение неприятное. Компания «Энел» представила обновленный стратегический прогноз, по которому дивиденд на акцию в прогнозе снизился с 14 копеек до 8 копеек. Далее, в 2019, 2020, 2021 годах менеджмент решил направить по 3 миллиарда рублей дивидендов в год, что обеспечит дивидендную доходность в 8%. Ну и, соответственно, зафиксирует, таким образом, снижение дивидендов. Далее, по прогнозу, также стало понятно, что копеекс на ближайшие 3 года увеличен с 38,7 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей. Совокупные расходы на строительство ветропарков подтверждены на уровне 496 миллионов евро. Инвесторы негативно восприняли снижение дивидендных выплат, и это отразилось на поведении цены. Ну, в общем-то, это видно на графике. Так, кроме всего прочего, за прошедшую неделю, значит, каких-то дивидендных покупок у меня не было, но я купил фонд ликвидность, это ВТБМ. Ну, вот его видно. Я об этом говорил во вторник. Цель покупки – пристроить рублевый кэш с небольшой доходностью на, возможно, даже короткий срок. Это не инвестиционная и не долгосрочная покупка. Поэтому на ней заостряться не буду. Далее, теперь общая диаграмма общего портфеля. Общая сумма портфеля в рублях на сегодня 22 миллиона 210 тысяч рублей. Значит, в прошлой публикации было 22 миллиона 150 тысяч рублей. Таким образом, получился рост на 60 тысяч рублей. В процентах это почти 0,4%. Рост в основном на курсе доллара и на золоте. Далее, как и обещал, структура кэша, а потом еще будут мои личные расходы за неделю, про дивидендную зарплату и про инвестиционные цели. Структура кэша портфеля такая, с долларами, в общем, все понятно. А остальное, кроме фонда VTB, это фонды с короткими казначейскими облигациями США. Я уже про них говорил много раз, пока повторяться не буду. Почти все они куплены через Interactive Brokers, ну, кроме фонда FXTB, вам всем известно. Он доступен и на московской бирже. Ну, вот как-то так со структурой кэша. Я понимаю, что кэш забирает у меня часть доходности инвестиционного портфеля моего. В общем, выходит, что я готов пожертвовать частью доходности своего портфеля. Получается, что я не готов сейчас активно покупать. А рассуждения о ней в связи с этим такие. У меня и так много активов, которые растут и приносят дивиденды. Инвестиционный результат прошедшего года был очень хорошим, и я вполне готов в текущие смутные времена попридержать защитные активы. Мне же ведь нужна приемлемая доходность, а не максимальная. Вместе с максимальной доходностью рядом ходят и максимальные риски, надо это понимать. А я инвестирую с целью обогнать инфляцию с приемлемой доходностью и с приемлемыми рисками. Терять деньги я, в общем-то, не планировал. Хотите рисковать – рискуете. Ваше право. Мне же есть, чего терять. И сейчас я больше озабочен снижением риска моего портфеля, особенно с учетом того, что диверсификации данный инвестиционный портфель явно не блещет. И об этом было уже, в общем-то, сказано несколько раз, поэтому заостряться и на этом тоже не буду. Так, сейчас мои затраты за прошедшую неделю. Итак, мои расходы за третью неделю февраля. Расходы, напомню, на двух человек. По табличке видно, что очень экономная неделя получилась, но я ничего не придумываю, не вижу смысла давать какие-то сенсационные траты. Как вышло, так вышло. Реально, скорее всего, это рекордно экономная неделя. Специально ничего не экономил. В общем, все нормально. И останавливаться на этом, и комментировать смысла большого нет. Далее. По моим затратам все. Теперь про дивидендную зарплату. Напомню, что дивидендная зарплата – это среднемесячный доход от инвестиционной деятельности, то есть дивиденды за год, поделенные на 12. У меня раз в месяц выходят видео с подробным расчетом моей планируемой и текущей дивидендной зарплаты. Вот обложка последнего видео. На канале также можно найти видео по фактической дивидендной зарплате за 2019 год и по прогнозной на 2020 год. Для полного понимания лучше их, в общем-то, посмотреть. Про дивиденды. На этой неделе были дивиденды по иностранной части портфеля. Заплатили фонды. Соответственно, это был фонд Билл. Заплатил 27 долларов 8 центов. Дальше заплатил фонд Джей Билл. Заплатил совсем чуть-чуть 3 доллара 38 центов. И заплатил ETF СДИФ. Он заплатил мне 8 долларов 55 центов. Эти цифры без вычета налогов, но потом я все учитываю и в итоге фигурируют очищенные цифры в конечном расчете. Я вношу эти заплаченные фактовые дивиденды в сравнительную таблицу и пересчитываю прогноз дивидендной зарплаты с учетом фактических этих выплат. Итак, не гружу расчетами, а сразу к цифрам. Моя прогнозная среднемесячная дивидендная зарплата в 2020 году составит 73 360 рублей. Это уже с учетом корректировок за прошедшее в этом году время. И учитываю вот эти показанные в этом видео выплаты дивидендов. Теперь расскажу, как это все соотносится с моими финансовыми ценами. В тех видео о дивидендной зарплате я поставил себе цель на этот год не сумму активов, не рост активов, а уровень дивидендной зарплаты. Для меня это важнее. Так вот, в этом году я хочу достигнуть уровня 100 тысяч рублей ежемесячно. Точнее, среднемесячно. Это пока еще реально. Особенно если инвестировать кэш, которого у меня 35% от общей суммы активов в портфеле. Ну, то есть, инвестируя кэш в дивидендные активы, я начинаю получать дополнительные к текущим дивиденды, и моя среднемесячная дивидендная зарплата растет. Кроме кэша я планирую, конечно же, инвестировать и часть своей основной зарплаты от рабочей деятельности. Ну, тут, в общем, как получится. Так вот, данная цель 100 тысяч выполнена на 73,3%. Есть и более глобальная инвестиционная цель. Это достичь финансовой независимости. Думаю, что такая цель не сюрприз, судя по названию канала. Так вот, в одном из своих видео я рассчитал и обосновал уровень, при котором я смогу уже не работать. Ну, то есть, достигну финансовой независимости. Для моих прогнозных расходов сейчас это 180 тысяч рублей среднемесячно от инвестиционной деятельности, то есть дивидендами. И вот эта цель 180 тысяч рублей среднемесячного выполнена на сегодня на 40,6%. Очевидно, что будут покупки дивидендных активов и среднемесячная дивизорплата будет расти. А финансовая независимость, в свою очередь, приближаться. Надеюсь, что 5-8 лет будет достаточно на достижение финансовой независимости. А сейчас я пока накапливаю защитные активы, ну, точнее, держу их, частично растрачивая таким образом этот дивидендный потенциал. Я осознаю, почему я так делаю. Таким образом, я просто понижаю общий риск портфеля. И, похоже, для меня это важнее, чем выполнение тех поставленных целей. Точнее, выполнить цель для меня важно не любой ценой, а только принимая на себя приемлемые для меня риски. Вы же совершенно не обязаны чем-то жертвовать и владеть защитными активами. И понимание приемлемого риска у вас, в общем-то, конечно же, свое. И вот так вот, ну, собственно, с нормальным для себя риском, без адреналина, я спокойно достигну своих целей. Ну, и точно не растеряю многое по пути. В общем, тише едешь, дальше будешь. Ну, а на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Хочу вам пожелать удачных...